Дорогие друзья, всем привет! Я продолжаю снимать различные ролики и по вашим просьбам, и по своему усмотрению. У меня есть одна старинная знакомая, которая живет за рубежом и говорит, нету вкусного сырного соуса, который можно было бы использовать дома, а все, что делают на заводах какая-то жесткая химия, вообще есть невозможно. Так вот, сегодня сделаем простейший базовый сырный соус, я вам покажу как бы основные этапы его приготовления, а дальше вы уже в зависимости от своих пожеланий можете добавить какие-то дополнительные ингредиенты, специи и использовать его по назначению. В бургеры, подавать к стейкам, картошки фри, картошки там по-деревенски, долькам, ну в общем, к каким-то таким кальмарам фри, это может быть пивная тема какая-то или еще что-то. Он хорошо хранится в холодильнике, ну в общем, начнем. Итак, у меня, значит, здесь есть сливочное масло, значит, я буду делать в сотейнике, в совсем маленьком сотейнике не рекомендую, потому что неудобно там будет его мешать и растворять. Нужно какой-то адекватный сотейник, у меня вот этот вот, наверное, ну 2,5 или 3 литра. Значит, пока не ставлю, мне нужно 2 зубчика чеснока. Я в сырный соус добавляю чеснок, некоторые этого не делают, но честно вам признаюсь, чеснок, конечно, вкусная штука, и особенно с сыром, если вы, например, пробовали какие-нибудь сухарики с сырным соусом, это вообще, конечно, должен быть такой немножко остренький соус, потому что тогда он гораздо вкуснее. Значит, кто не любит чеснок, тот чеснок не добавляет. Почему я когда режу, у меня, блин, стол все время болтается. Кто не хочет добавлять чеснок, тот не добавляет, но попробуйте. Вы знаете, что я любитель чеснока, уже многие даже пишут комментарии такие подстебывающие, мол, типа, чувак, в десерт чеснок не положил. Ну да, чеснок это очень крутая тема, тем более, что вот я сейчас прилетел из Казахстана, помогал ребятам с меню там, и, соответственно, делал ужины, искал какие-то интересные продукты. И любой шеф-повар ресторана скажет, особенно пивного или мясного ресторана, что чеснок, конечно, рулит, 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 потому что он имеет очень яркий и вкусный аромат. В общем, два зубчика чеснока у меня нарублены. Смотрите, можете через чеснодавку, тут не принципиально. Если хотите, чтобы соус был максимально ровным, да, лучше тогда его в пюре превратить или еще что-то. Я даже не включил пока сотейник, и сразу же отправляю сюда масло. Именно сливочное, потому что сыр у нас как бы жирный, как ни крути. Поэтому там кусочек масла, граммов 20. Много не надо. Включаю. Главная задача. Чеснок не обжарить, а спассировать. То есть, очень на щадящий такой температурки его обработать, чтобы он ни в коем случае не закарамелизовался, не стал коричневым, не стал золотистым, а просто вот нужно масло насытить вкусом чеснока. Это самое главное. Сыр я использую, пока у нас там чесночок поджаривается. Это, во-первых, чеддер. Он плавленый, и он больше всего подходит. С ним удобнее всего работать, если мы говорим про сырный соус. Значит, такой же сыр в точности. Плавленый там, полуплавленный. Они, знаете, бывает даже покупаешь разных производителей сыр, и он вроде чеддер, и он вроде бы, вы видите, что именно желтый чеддер или красный чеддер, как его еще называют, кладут на бургеры, чтобы он быстренько подтапливался. Почему это делают? Он очень нежный, поэтому он на бургере, там, в бургере, не очень чувствуется. Но при всем при этом... Вот смотрите, чеснок все время должен оставаться как бы белым. Не давайте ему превращаться в коричневую, в коричневый кусочек. Во-первых, в сырном соусе, если, не дай бог, коричневые кусочки или черные появятся, у нас будет некрасиво. Поэтому огонек самый маленький. И мы, вернее, вы не должны перегревать сотейник, потому что нам нужно, чтобы он был теплый и сыр расплавлялся равномерно. Итак, я очищаю, в общем, плавленый сыр. Это плавленый сыр, чеддер, как я сказал уже, он прекрасно подходит для бургеров, вы его можете использовать так, но еще раз напоминаю, что сырный соус из него получается гораздо проще и быстрее. Как только чеснок спассировался, нужно добавить прямо вот на кончике ложки муку. Муку нужно добавлять в любом случае. Некоторые виды соусов делаются на основе соуса бешамель. Я считаю, что это не очень хорошо. И стараюсь муки добавлять совсем минимум. Она у нас для того, чтобы... Ну, мало ли что будет происходить. То есть он должен быть однородный какой-то такой по-своему. Бывает такое, что сыр немножко начинает отслаиваться или еще что-то. Безусловно, такое там в ресторанах. И вообще визуально, конечно, он бывает не очень эстетично выглядит. Но мука и подвязывает вообще все, что можно подвязать. Смотрите, когда я добавил муку, слегка ее прогрел в сливочном масле с чесноком, я добавляю сюда немного сливок. Если вы дома это делаете, конечно, на 10% сливках жирнее не надо, потому что сыр сам жирный. Многие делают на молоке вообще. Но посмотрите, она же в сливках получается гораздо вкуснее. Я прогреваю небольшое количество сливок. У меня все-таки, пока я тут распечатывал сыр, у меня чеснок немножко, видите, подрумянился. Видите, как он выглядит. Короче, так делать не надо. Но это не страшно. В общем, в рамках дома используйте сливки. Если это ресторан, если вы считаете себестоимость, то, конечно, лучше это делать на молоке плюс вода. Молоко плюс вода. Причем туда нужно гораздо больше муки. Итак, у меня сыр чеддер плавленный, как я уже сказал. Я его отправляю сюда частями. Весь вымыслился. Ну ладно. В общем, на низкой температуре я вот уже... Видите, небольшое количество муки вот уже дает такой соусок со сливками. Я начинаю вот в этом небольшом количестве соуса расплавлять сыр. Можно его распечатывая сразу сюда закидывать, да, чтобы комка не образовалось. Я в итоге пока распечатывал, у меня получился такой комок. И добавляем понемножку сливки. Сливочки раз. Немножко добавляем, чтобы они нагревались и сыр у нас расплавлялся. В итоге мы должны получить такую расплавленную сырную массу. В общем, добавляем, мешаем, добавляем, мешаем. Со сливками аккуратнее. Сделайте слишком жидкий. После остывания не будет загустевать. Загустевать, да, правильно слово. То есть после остывания он не станет густым. Но он и не должен быть сильно густым, чтобы вы могли его использовать в холодном виде. Если вы хотите использовать его в горячем виде, то, вы знаете, к рыбным блюдам, например, в этот соус добавляйте тархун. Ну, то есть я покажу вам базу основную. А потом уже вы можете добавлять туда различные ингредиенты. Как то, лимонный сок, например, сделает его более кислым. Если хотите какой-то более изысканный вкус, например, можете добавить туда сыра с плесенью, дорблю. Но вы должны понимать, растопится он там или нет, расплавится. То есть он тоже там должен. Значит, кто-то добавляет туда горгонзолу. Я, например, вообще не люблю вот эти вонючие сыры. Но я уверен, каждый из вас выберет сыр по вкусу, который можно было бы добавить. Еще раз повторюсь, основа это плавленый чеддер. То есть просто берем, размешиваем, размешиваем на медленном огне, на подогревая сливки и чеддер. Все, теперь мешаю до полного растворения аккуратно на самой такой низенькой температурке. Лучше потратить чуть больше времени, но зато у вас там ничего не свернется, ничего не пристанет к стенкам, не дай бог. Ничего там не пригорит со дна, чтобы потом все это пришлось протирать через сит. Не делайте ошибок, немножко терпения, и у вас получится самый крутой сырный соус. Соус у меня весь, вернее сыр у меня весь расплавился. Соус готов. Вот смотрите, вы скажете, типа, пахнуть будет сильно чесноком. Нет, чесноком сильно не пахнет. У самого сыра яркий, сильный аромат. И чеснок только его лишь подчеркивает. Смотрите, что получилось. Вот такой тягучий соус у меня получился. Вот он, ровненький. У меня здесь попадаются кусочки маленьких чеснока, который у меня слегка перешел и, знаете, уплотнился. Поэтому, вот если мы не считаем кусочков, то в остальном соус получился очень крутой, текстурой, консистенцией. Дальше мы его пробуем. Не хватает соли. По вкусу добавляем соль обязательно. Он должен быть в меру соленый. Но не пересолите, потому что у сыра есть своя соленость определенная. Значит, перец черный. Только закрутите мельницу до отказа плотно, чтобы мы получили самую-самую мелкую фракцию. Потому что здесь крупного помола перца не должно быть, иначе он будет скрипеть на зубах. Ну, в бургере, конечно, это будет непонятно. Но лучше всего оставить соус, как есть. Такой, знаете, очень гладенький оставить. Обязательно нужно сюда добавить лимон. С лимоном не борщите. Обязательно. Ну, вот сколько здесь? Наверное, где-то около чайной ложки на все это. Кислота должна быть. Кислота должна быть обязательно. Вот, сразу меняется вкус. Щепотку мускатного ореха. Мускатный орех с сыром делает вообще какие-то невероятные вещи. И на вопрос, значит, кто-то у меня писал, мол, расскажите про специи. Знаете, про специи это такая отдельная. Я, может быть, ролик сниму. Может быть, я расскажу не все, но обязательно поделюсь тем, что я знаю. Так вот, мускатный орех к молоку, сливкам, сыру, вот ко всему молочному очень-очень сильно подходит. Да, очень важный ингредиент. Табаско. Табаско. Табаско, сука, вкусный. Как сказал бы Галыгин. У меня чепотли. Это подкопченный табаско. Черт побери, пусть это будет реклама. Блин, это мой самый любимый. Чепотли. Табаско, который подкопчен, он здесь с чесноком, еще с чем-то. Это реально офигительный соус. Он такой густоватый, поэтому сколько тут, ну, несколько капель добавьте, в зависимости от того, насколько вы любите остроту. Да, вот, вот это то, чего не хватало сырному соусу. Вот этого запаха, небольшого запаха уксуса, потому что здесь от пяти капель, ну, какой-то здесь уксус, но запах от него есть. Если хотите сделать его а-ля рус, добавьте побольше зеленого лука, например, только мелко-мелко-мелко рубленого. И укропа. Да, пожарьте гренки из черного хлеба. И потом обмакивайте туда, и там, не знаю, кто хочет с чем. С пивком, с квасом, если кто пиво не пьет, алкоголь. С любыми газированными напитками, такими, плотными, бродильными. Вот, базовый, красивый, ярко-желтый, вкусный соус. Вкусный ли он? Это великолепно. Это моя тарелка, поэтому я имею право сюда, сколько хочу тыкать палец. Это великолепно. Но я на свой вкус. Еще бы больше табаско добавил, я люблю остринку. Дальше вы экспериментируете, как хотите. Я вам показал основу. А дальше вы же творческие люди, друзья мои. Я вас очень ценю. Обязательно рассказывайте своим друзьям, что здесь куча много. И еще больше будет вкусных рецептов. В общем, я с вами, вы со мной комментируете. Я буду с удовольствием отвечать. До новых встреч. Будут новые вкусные рецепты.